Город задыхается от дыма. С раннего утра карагандинцы присылают к нам в редакцию жалобы на смог, установившийся над городом. Подробнее в сюжете. Как надоел смог, дышать невозможно. Жалуются многие карагандинцы. Проблема неблагоприятной экологии Караганды и других казахстанских городов не перестает быть актуальной в любое время года. Власти утверждают, что делают все возможное для улучшения ситуации, но вряд ли в скором времени произойдут какие-либо существенные изменения. А дышим мы этим воздухом уже прямо сейчас. Наверное, все-таки остается грязным городом, как раньше называли, черный город. Харагала. Потому что были тогда шахты, раньше 49 шахт. Из них осталось, сказали, вроде бы 12 шахт. Многие заводы, фабрики не работают. Тем не менее, воздух над городом остается грязным. То, что ссылается на то, что топят частные дома. Я, например, ничего не могу сказать против, потому что на улице очень холодно. В наших домах, вот я живу в 12 этажном доме, холодно. Мы топить не можем. А частые дома греться-то должны. Ну, я не знаю, как с ним бороться. Это должны власти как-то. Или провести всем газовое отопление, или сделать отопление всем центральное, чтобы этого не будет. Люди же как-то должны греться. Например, где я жила раньше, у нас там 5-этажка. В том году всю зиму вообще без тепла было. Люди как-то грелись. Некоторые печки себе дома даже строили. Улица Абая, Нур-Султана, нашего первого президента, Нургена Абдирова. Но, чтобы этого не было, это каждый год бывает. Потому что частный сектор отапливается углем. И надо с этим мириться. В Астане еще хуже бывает. Вот этот смог, там же частный сектор тоже развитой. Поэтому здесь ничего не сделаешь. Черное пятно на карте – это караганда из космоса. Уровень загрязнения воздуха весь день классифицируется как чрезвычайно опасный. Показатели утром были выше 600, минимальные днем 300 микрограммов, загрязняющих веществ на кубический метр. В числе загрязнителей воздуха – автомобильные выбросы, но главное – это угольные печи. Все больше горожан жгут топливо с высокими показателями зольности. Едва ли не единственный способ решения – переход на газ. В департаменте экологии по Карагандинской области отвечают на жалобы горожан. Ссылаются на полный штиль и предупреждают, что в городах региона будут наблюдаться неблагоприятные условия. Основной причиной загрязнения является отопление частного сектора, малого и среднего бизнеса, некачественным углем и выбросы автотранспорта, в том числе общественного, которые задерживаются в атмосфере, не подвергаясь рассеиванию. При этом промышленные предприятия в Караганде, которые оказывают существенное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха, отсутствуют.